Привет, друзья! Сегодня у нас 4 июня. Восьмой день получается. Это у нас как бы завтрак. Только поздний, пол-одиннадцатого, потому что пока то, пока всё, пока пятое, десятое. А вдруг, понимаешь, что надо было уже поесть как бы. Тут у нас варёное яичко, зелёный лучок, сметанка. Редисочка и сметанка. Ещё кусочек хлебца. Ну и там чайная она будет. С молоком. Мышь у меня вчера поймала кошка. Снимала я это на телефон в два захода. Сегодня кошке три месяца. Кошка где-то ошивается. Ну, в смысле, её вечером уже стало, не загонишь домой. А утром надо намекать, что как бы уже можно и погулять. Ну, сегодня она вдруг поняла, что можно бы и погулять. Но через окно не выйдешь, оно закрытое. А через открытую дверь вполне себе можешь свалить. Кошка спит со мной. Вот такие дела, зритель. Конечно, поздно. Я тут это сообразила с камерой. Мы тут муку ловим. Сейчас помогу достать. Опять чулы откуда-то лежат. Ну что, сожрала? Нет? Где твоя муха-то? Съела муху? Мама. Видимо, нет. Видимо, муха куда-то спряталась. Батные диски-то, Алиска. Ты мне их распушила. Косметички. Сейчас всё, что можно практически лежит. Я туда что-то убирала. Потому что был шанс что-то раздолбается тут. Нахрен мимо пролетит. Ну, слушай, она, наверное, у кого-нибудь драпупилась куда-нибудь подальше от тебя. Если ты её не съела, её тут нигде нету. Печально, конечно, но что сделаешь? Муха, она такая. Может, ты её съела да не заметила? Видишь, нету мухи, нету. Это не муха. И тут мухи нету. Ходит она сюда в туалет на улице. Что-то она не сподобилась так. И сейчас она сначала пришла, покушала, а я её выпридела погулять. Ну, открывай, она свалила. А потом смотрю, она опять пришла. Думаю, чуть надо. А она мур-мур-мур и сортир. Эй, на столках тоже прыгает, ааа. Хулиганьё. Хей-хей, Свитер. На камере 20 минут осталось, но я потом как-нибудь её почищу. Чё-нибудь удалю. Я тут за Степана, он там вот омут. Я к нему потом постараюсь подойти. Тут я берег провела, потому что дорога, ну, такая, рисковая. Короче, тут у нас поля. Стали вспахивать. Я насчитала около пяти или шести штук по дороге. Мне ещё сюда, перекрёстка, попалась. Ну, вроде как ещё до Хамена даже не доезжает. Тоже поле вспаханное. Так же, как вот по круговой в двух местах у нас там за деревней от бывшего Прямякова. И как вот поворот делать только направо. Прямо, значит, на Кожевниково. Поворот направо, налево точнее будет. Вот как раз это тоже поле вспаханное. Дед говорит, что что-то тут сажают. Ну, я не знаю, что. Ну, слушайте, это круто, когда поля все-таки задействуют там подсчеток. Хоть моя тетя говорит, что лучше тут коров и пасли. Я думаю, что лучше, конечно, и коров где-то пасут, но и хорошо, что если тут что-то действительно сажают. Ну, тут же что-то сажают. Я видела, как трактора куда-то тут шарахаются. Не знаю, гриболга это действует или нет. Ну, круто. Ну, и меня там просила, я забыла ник. Мне кажется, этот человек на меня даже в инсте подписан. Может быть, Сабина. Ну, короче, человек, простите, если твое имя не помню, я не помню. Просила по поводу трав записать. Сейчас тут очень ветрено. Я думала, что тут, ну, если будет тихо, то я запишу кое-какой ролик. Потому что у меня вчера еще мысля пришла, но просто некогда было. Я сейчас траву сгребаю в огороде. И осталось ульев, между ульев немножко. И там вот от клубники до ульев. Плюс еще у клубники остатки сорняков выдрать. Ну, и так, кое-какие дела. Поэтому как-то не случилось записать пораньше. Ну, и я не все трапы помню по именам. Какие помню, я не помню. Не все помню, какие от чего. Но что-то у меня в голове какая-то идея вырисовалась. Кошка у меня вчера поймала мышку. Я снимала на телефон. Сейчас Оксана попросила в телегу скинуть. Вот я пытаюсь тут загрузить. Тут сеть, в общем, такая, как на перекрестке, хреновенькая. Ну, как бы неплохая по сравнению с деревней, но не особо такая. Я проехала мимо своей вот этой смородины. Она как бы живая, на мое счастье. И там еще на поле какие-то птицы были. Думаю, на обратном пути засниму. Вот одна полетела. Они, кстати, тут две летали. Им вообще пофиг дым, что тут стоит какой-то человек. Расчехляя камеру с великом в кепке. Ну, и я думаю, там на обратном пути глянуть еще. Может, саму Смородину записать. Если я не стала записывать на обратном пути, я посмотрю, какая сеть. Потому что, помню, 4G там ловилась. То ли на Билане, то ли на Мегагоне в прошлом году. Я посмотрю, как раз у этого куста. Ну, вот тут еще этот самый дыманчик цветет. Тут-то в прошлом году я нашла галлижи прямо этой череды. И вот хочу посмотреть, как она была. Ну, по идее, семена были, так что она где-то должна быть. Я на нее смотрю, куда не вижу. Ну, ее рано, конечно, еще собирать. Ну, в общем, я просто хотела показать поле. Потом еще немножко хочу, может быть, получится не впритык, конечно, подойти к омуту заснять. Ну, там, конечно, уже не такой омут, как, я думаю, был в детстве моей тети. Или даже, когда я родилась, там, в 80-х серединах годах, да? В 84-м году вряд ли такой омут сейчас, как тогда был. Но все же омут на звание-то осталось. Ветер шумеет. Не уверена, что нормально все тут записалось. С голосом, потому что на телефон записывала сообщение для телеги. И там столько шума в бутылке оказалось и трянуло. Пытаюсь подойти к омуту. Тут цветочки всякие. Цветочки. Таня Воронова из Инстаграм. У меня такое ощущение, что он здесь сейчас заканчивается уже. Омут. Короче, когда-то тут мои родственники в их молодости, в детстве, скажем так, купались. Я вижу колокольчик. Омут. Нет, сам у меня спускаться не буду. Да-да, я не умею плавать, хотя, возможно, тут вообще даже не по колено, хрен знает как бы. Ладно, это стрёмно, как бы, приезжай какой-нибудь рикер сюда, вместе съедем на великах. Ведло. Тут, скорее всего, угленистое дно, у меня камера выгрызжается. Кстати, он не пахнет такой застоявшейся водой или типа того. Ладно, поглядели и хватит. Вот куда за рябиной-то ездить надо. Я думаю, в этом году она будет, ее никто не сожрет. Я сюда ехала и увидела три цвета интересных. Мне к ним вряд ли подойти, скорее всего. Просто хоть засниму фиолетовые. Я решила их рассмотреть на приближении через камеру. Она вон тут, как карапива. Я в одном месте нашла земляничку. Терегу в товарищу скинула. Но она еще как бы собирается только быть земляничкой. В общем, я сейчас попробую подойти, потом обратно к нему свечу камеру включу. Во-первых, это мне подкинул ветер, когда я тут пришла камеру положить. А во-вторых, мне кажется, это дикий чеснок. Да, я все-таки один у Никола. Там, правда, очень широкие листья, но он пахнет, как чеснок. Нет, я его не пробовала на вкус. Хотя я имею свойство какую-нибудь траву попробовать на вкус. К ужасающему офигению, к ужасающему офигению какого-нибудь близкого родственника, если это рядом было. И там два осталось. На следующий год еще наплаяться. Ну, интересно же, да? Я еще думаю, ну, вечером каждый раз темно уже, камера все равно ничего пустого не уловит. Ну, очень красиво птички всякие поют. Суть до этих дурах и грозов, которые не подпускают меня к елкам. Короче говоря, я думаю, днем как-нибудь, может, сегодня. Я была в ДК, как обычно у меня бывает. Я планировала часа два максимум на дорогу, вместе с дорогой глянуть и свалить. Но если я еду на какое-нибудь поле или иду на какое-нибудь поле в деревне, то вот надолго. Надеюсь, моя там кошка на улице не заскучала. Я, в принципе, поела перед тем, как выползти на улицу, и я уехала. Короче, мои два часа уже прошли в то время, когда должна была быть. Планировала быть дома. Но... Блин! Тут вообще столько всего интересного. В следующий раз, наверное, будет приезжать уже как-то, может, с собой какую-то приличную еду взять. Хотя я вот раз взяла орешки, миндаль, и воду, наверное, в пирог уже в такую пить полторашку, потому что шарка. У меня только маленькая полурочка. У меня с собой миндаль и хлебцы. Ну, как бы, есть не хочется, но на всякий случай надо будет как-то, может, пораньше ехать. Может, просто заранее планировать, чтобы несколько часов с гаком. А не так, чтобы успеть в это время, еще осталось время, да? А не так, давай быстрей, быстрей. Сюда, я думаю, приехать уже, наверное, в следующий свой приезд. Посмотреть, взрастет ли что на поле. Там какие-то на одном поле были куски такие, известные капли личные. Я сначала я поняла за бумагу, на телефон пофоткала, потому что камера была в велике. Ну, и вообще гляну, что тут. Может, земляничка ко мне не поспеет, когда вот приеду уже. Где-то там, наверное, во второй половине июля, июня. Сейчас у нас 4 июня. Мне еще по пути в одном... Ну, как бы, еще я хочу... Здесь-то я сюда не доеду уже в этот приезд, скорее всего. А вот до Хамина Степанова просто даже до Хамина доехать хочется. Там в одном месте деревья плавило ветром. Видно, что их потом местами распилили, и как бы пустое такое место. Если успею, то запишу. Ну, а так отдельно просто раз приеду и отдельно уже поснимаю. Тот пруд, тут была какая-то птичка. Не знаю, лебедь, не лебедь. Но говорят, что лебеди орут как-то противно. Может, гусь какой. Вообще, сюда ехала, видела какую-то оранжевую штуку. Думала, если это человек, то на обратке он, наверное, исчезнет. Но она все еще есть, просто интересно, что это. Ух ты, смотри, как кресло пластиковое. Кто-то там, значит, может приходит посидеть. Не знаю, от Хамина или Степанова, потому что тут, в принципе, недалеко вон. Степанова. По идее, не так далеко Хамина. Пруд чистый. Может, рыбу ловит с этого. Преслица сидит и рыбу ловит. Лыбу ловит. Ловит лыбу. Движение у него, у этого прудика. На белое тут летало. Фиг знает, что это за птичка такая белая, одинокая. Не утка явно. Хотя мои родственники как-то ехали весной и видели на поле, в низинке мокрой лебедей в районе Прилук. Ну, между Прилуками и нашим перекрестком. Я нашла, наконец-то, приличное количество, ну, не так, конечно, супер много, наверное, но приличное количество по сравнению с последними пятью годами кипрейчика. Ну, как-нибудь приеду, может быть. Может быть, если воскресенье ко мне все-таки неприятнее, кто или человек уедет на обедничном, я сюда доеду, на то камеру будут перед этим подзарядить, да, четко подосвободить. Уж-то ролик с пылесосом я, наконец-то, смонтировала и даже вчера залила. О, приличный такой большой, хороший, чистый пруд. Тут при случае можно даже как-то, ну, провести там воду из него. Надеюсь, кто-нибудь построил домик. Люди, купите домик Галкиных. У нас в деревне заводите хорошее хозяйство. Там рядом два прудика в конкретной такой близи. Плюс прудик между мной, дедом и еще одними соседями. Плюс еще прудик там в районе фермы чуть подальше, ближе в сторону, допустим, как дороги круговой. Плюс вправо, влево там тоже прудик от фермы. Раньше даже в нем купались когда-то. И Боря туда ходил то ли полоскать, то ли плавать, то ли еще что-то. То ли за поводу. И колодец практически рядом. Для другого не особо далеко идти. Или Борин дом вы купите в Агреволге. Или кто там за ним сейчас заведует. Там вообще дом отличный. Я к тому, что заводите хозяйство в деревне. Круто же кушать. Я еще подумала, что может там какой-нибудь улей кто-то поставил. Ну такой одинокий улей. Тут только что была тень птицы, но она куда-то уфинтюлила. Может это та самая не та, а просто черная-черно-белая, что тут плавала. Птица, садись в этот самый прудик. Я тебя за видосю. И тебе хорошо, и мне нормально. Просто тут солнце как бы... У меня уже по сушами пролетело. Я сегодня еду, у меня влезает уже по сушами. Вообще наглая, как черт. Ничего, что я ее как бы боюсь и должна бояться. Вот она. Не знаю, в кадр попал или нет. Он летит, летит. Лебеди-то обычно же парочка, фиг знает. Может это какой-нибудь одинокий лебедь? Во-во-во. Или это чайка вообще. Я смотрю, ни хрена особо не вижу. Отсюда слегка еще засниму вот так. И поедем дальше. Потому что камера разряжается. Тут минут 20, все тело осталось. Хоть я чуть-чуть освободила. В основном-то я хотела вот тут, на обратке, заснять этот пруд. Но когда я сюда ехала, птицы не было. Был только вот оранжевая красота, как выяснилось. Я совершенно машинально сюда заехала. Вон там дом, который как бы давно уже не жилой. Мы купили горца какие-то, по легенде. Но жить там что-то не стали. В итоге он так вот пустует. Этот дом мне говорят, что якобы зимой не жилой. Но он там все так сделался. Мне кажется, что зимой все-таки жилой. Но глупо было бы в таком доме зимой не жить. Я близко подъезжать сейчас не буду. Тут, кстати, вот прокушена. Но 4 джи в прошлом году было, сейчас уже нет. Ну это, в общем, Хамина. Бабушкина деревня Степанова. Это дедушкина деревня. Родовая, так скажем. И вот как-нибудь специально отдельно сюда прокачусь. Даже вот ближе туда. Там есть прудик такой между этим домом и небольшим переходом горкой к дому, где раньше... Ну, он из двух частей состоял. Где раньше Баушкин дом жил, был. Где раньше у нас был, как бы, до моих 3,5 лет, 3,5 лет. До 87-го с лишним года была, в общем, как бы, свою рода дача. Деревня, да. Мест, куда можно было приехать. Ну это там не родовой Баушкин дом. Баушкин сколько-то лет было, когда отец с матерью купили. Один продали, другой вот купили там полдома. Она говорила, у них там в доме были, на кухне гнилые стены. В смысле гнилые стены в доме, в самом деле, в той половине, их половине. И, как бы, зимой вода в бедрах замерзала ночью. Вот так. Ну, с ее слов. Вот этот кусок сломанных деревьев. Тут внезапно есть, вон, палка с этим электричеством. Стоп, лепестерический. Я никогда не знала, что он тут есть. Может, просто не знал. Может, не замечал. За деревьями. Вот сейчас вот так тут и есть. Это недалеко от того поворота, как я ехала. И полное обозрение сейчас этой усадьбой. Но он им. Он просто не знает, кому принадлежит. Когда давно я тут ездила на велике, здесь прибавушки, тут тереночка держали. Он меня приколол, что тут столб, я сюда ехала и его не заметила. Мне это видно через камеру, потому что не особо. Нам через деревья как раз вот видно тут кирпичный дом. По типу как вот у нас. Егоровский дом. Ну, оказывается, прямо туда идут провода. Там, наверное, тоже какая-то деревня раньше была. Уже до сих пор есть. Потому что прямо оттуда, вот сюда. От того дома какие-то руки, шевелящихся людей. На реку эти палочки пойдут. Привет, вечерний к тебе зритель. А здесь у меня васильки. Сами вот эти голубые штучки, синие. С 7 цветочков. Вот эти я в этот раз не использовала. До этого заварила черный чай и брала их фиолетовые. И у меня тут зеленый чай. Я думаю, чайные полторы ложки. Ну, чайную ложку с горкой зеленого чая. Вот сюда. Засыпать и залить горячей водой. Вот у меня зеленый чай с васильками. Вот он наш чай. Он уже как бы заварен. Ну, залит и практически заварен. У меня там яйца в смятку варятся куриные. И не только в смятку. И, в принципе, зеленый чай можно 2-3 раз заваривать. Главное, чтобы васильки уже отдались весь свой цвет и стали прозрачными или прозрачно-белыми. Вообще, знаешь, у Гринлама есть какой-то васильково-овсяный лосьон для снятия макияжа с глаз и лица. Так вот, можешь просто остудить вот это счастье. Налить куда-нибудь процеженный. Ватку обмакнуть и лицо протереть. А можешь без зеленого чая делать. Просто одни васильки. И будет тебе счастье, зритель. Залезла. Села умываться. И вообще ее не колышь, что это как бы стол. Алиска, кто ж так делает? Карта памяти переполнена. Да, надо ее как-то бы очистить. Кто ж тебе разрешил-то на столе сидеть, Алиска? Залезла. Залезла. Это основа вам же.